друзья всем привет думаю сегодняшнее видео будет многим полезно так как сам как-то столкнулся с этой проблемой потом вроде как бы ее настроил на время отложил мануальный объектив а именно гелиос 44 58 миллиметров 2.0 и в какой-то момент что-то решил его опять одеть на фотоаппарат так как мне очень нравится снимать на мануальные объективы и но у него картинка очень приятная и столкнулся с такой проблемой что блин включаю автофокус то нету а как не фокусироваться я не вижу и я начал вспоминать блин как же называется функции где ее найти полазил по интернету и вроде как бы мне вспомнилось увидев на других собственно каналах как это называется функции функции называется фокус пикинг я подумал где же ее искать я перерыл всю полностью соньку а у меня sony a7c перерыл меню полностью всей соньки сейчас наверное многие позлорадствуют скажет ха вот это у тебя меню хрен чего в нем найдешь но на самом деле не все так там достаточно все организовано нанесу сейчас смысл как бы ролика не об этом и общем позвонил я в компанию sony говорю у меня такая-то проблема у меня не включается подсветка фокуса ну как мне казалось я вроде как бы все понятно объяснил почему не включается непонятно сегодня естественно я эту настройку сделаю покажу где это чего находится и как собственно с этим работать долго они висели на телефоне думали гадали предложили изначально мне перезагрузить полностью фотоаппарат все мои настройки которые когда-то настраивал хреном полетели но это полбеды и посоветовали включить подсветку фокуса ну собственно я включил подсветка фокуса это когда вот на лице наводится там зеленый квадрат его можно сделать там белым еще каким-то вот это собственно есть подсветка фокуса меня-то интересовало другое меня интересовало фокус пикинг то есть подсветка непосредственно самого фокуса а точнее непосредственно того места где вот этот отрезок фокусируется непосредственно когда ты крутишь фокус мануального объектива но в моем случае еще раз повторюсь это гелиус 44 58 миллиметров они еще какое-то время отключили искали подождите повисите на трубке я очень весел 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 и все закончилось тем что они мне сказали но вы знаете скорее всего у вас фотоаппарат сломан везите его автосервис так как у вас город ближайший москва вам повезло авто автосервис говорю сервис фотоаппаратов естественно есть рядом ну я подумал что бред какой-то но с чего бы он сломался и вообще как это могло быть собственно полез я искать нашел эту функцию сейчас я вам скажу как она называется естественно покажу где она находится как и настроить и может кому пригодится каким образом снимать в мануальном режиме итак друзья заходим в меню еще раз напомню у меня sony asmc и переходим в первая вкладка это непосредственно где иконка фотоаппарата и мотаем листаем кому как больше нравится на 13 пункт доходим до 13 пункта и опускаемся данная функция которая фокус пикинг она называется настройка выделенного контраста друзья представляете вот наш ее так назвать естественно многие просто но в тупо не додумаются блин как же как же как же как же так но не суть можно зайти внутрь здесь во первых ее надо будет отображение выделенного контраста надо включить уровень выделенного контраста средний но можно поставить высокий так как он не очень хорошо особенно солнце и естественно цвет выделения но в кому как нравится я выбрал красный потому как его но не так много красного цвета непосредственно там где снимаешь поэтому смысл как будет такой вот и давайте покажу в принципе как эта функция работает и что с ней сделать потому что многие скажут что но у sony же у последних моделей там шикарный контраст автоматически да еще раз друзья напомню что контраст у sony отличный но вся фишка в том что еще раз повторюсь я снимаю на мануальную оптику это старый советский гелик там 60-х или 70-х годов даже не знаю сколько ему лет но я думаю что ему лет даже побольше чем многим из вас ну так вот давайте посмотрим как же им пользоваться итак друзья для того чтобы было наглядно и понятно во первых при работе с мануальной оптикой нужно зайти вот сюда вот кнопка function и и отжимаем и здесь будет вот режим фокуса но скорее всего когда вы оденете у вас он будет отключен если у вас он не отключен то соответственно нажимаете выбираете м.ф. далее в принципе если снимаете со штатива можно даже и стэдишот отключать если с рук то можно принципе его оставить стабилизация нормально абсолютно работает и теперь самый важный момент для того чтобы снимать и получить более-менее нормальную картинку нам потребуется естественно руками выставить фокус непосредственно я сейчас снимаю объектив ну и давайте посмотрим чё же у нас получается у нас объектив должен будет подсветиться как раз тем самым красным контрастом достаточно большой ход у кольца и так давайте попробуем настроить достаточно большой здесь ход у кольца но тем не менее смотрим ловим контраст фокусное расстояние данного объектива где-то порядка наверное 50 по моему сантиметров то есть ближе 50 естественно фокус вы не попадете если зрение хорошее конечно же можно и на глаз это делать но у меня зрение не очень поэтому я ориентируюсь непосредственно все таки на попу прибором и так друзья можете видеть здесь по приборам непосредственно вот здесь красное очертание это как раз и есть фокус навелся непосредственно сам объектив и по идее как бы он должен быть фокусе давайте сейчас еще попробуем покрутить вот вова вова смотрите появился везде вот сейчас реально будет он фокусе вот таким образом понятное дело что в ручном режиме достаточно проще снимать статические предметы самого себя вдвойне сложнее снимать но тем не менее можно ну и как я сказал ранее друзья для того чтобы фокусироваться здесь вот есть кольцо от 0 5 то бишь от 50 сантиметров ну и соответственно до бесконечности там 0 8 метр 1 и 3 1 из 7 2 и 5 4 10 но друзья получилось такое вот незатейливое видео я думаю может кому-то будет полезно особенно по стоимости данное стекло может стоить там тысяч полторы там максимум две тысячи рублей самое простое посерьезнее стекла конечно они будут подороже там 85 например миллиметров ну и плюс если на алиэкспресс покупать для него можно купить переходник и в принципе его можно абсолютно одевать на любую технику но фото технику подразумевается то есть и canon nikon и fuji ки то есть но в моем случае еще раз повторюсь это соньки большое спасибо что посмотрели мои видео подписывайтесь на канал делитесь если есть какие то вопросы задавайте их внизу в комментариях всем хорошем настроении добра и не болейте а главное мира во всем мире всем пока